Что это? Просто было принято, что мужчины приходят и все за вопросами, с вопросами и за ответами. Это деятельная, да, тот, кто принимает решение. Она имела статус принимающего решения судьи, ну, верховного. Она тебя отцом называла? Если она была младше Санькой, то... Или кон, ну, кон, отец. Если отец большой буквы, то он, ну, и чего она обо мне спрашивала? Я не знала эту информацию. Я просто видела картинки определенные, когда я передавала информацию, и шел весь путок. А я себе оставляла только некоторые картинки. Так она обычно работала, не только с ней, со всеми. Мы не запоминали всю информацию, которую передавали тем людям, которые приходили. Они, те, что приходили, они приносили каждый полмешка еды. Она не несла эти полмешка, тот, который низкий за ней нес. Это была плата их и нам пропитание. Дешево они за такую информацию платили. Может, они еще кому-то что-то платили. Скорее всего, что там был какой-то царь или кто угодно, кто позволял это все. Скорее всего, это было как-то... Но это как поднялись, да, поднялись, принесли нам... Да, поднялись, принесли нам, да, 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 еды нам принесли и ушли. У нас там не было другой возможности еды добывать. Мы же не спускались сами с кур. Мы никогда не спускались. В принципе, вода там была, да. А это... А это они нам носили все. Жестко, ну ладно. Давай погружай. Что-то им там выгружало. Копируем в синих. Показала, да, показала им пространство. Это было очень далеко. Очень далеко от того места, где мы были. Наверное, штук шесть или семь вселенных в сторону. Больше. Показывай Дюну, показывай Землю. Да, показывай. Я о том пространстве, где твой ящик находился. А. Наверное, в сторону где-то семь вселенных. Левей. В левую сторону, да. Они брали информацию о тех вселенных, в которые они намеревались перепрыгнуть. Чтобы не отправлять туда, в Гонцово, это же далеко. А можно получить информацию и сразу координировать туда, туда, туда идти. Это было намного проще. Общая веха есть, а вот конкретно через ту, либо через другую вселенную, да, можно выбирать. Тебя уже не было с ними. Тебя уже не было с ними, да и как он мог это все им предоставить легкий путь. Когда тебя с ними не стало, им нужно было только свои силы уже это все выбирать. Им стало сложнее. Кроме того, во время бунта перебилось очень много пехоты. И их силы уже ослабли, очень сильно ослабли. Их вот еще раньше я перебил. Ну да. Я помню, рукой махнул, и они полетели все. Еще и скрыл это все. Ту самую, которая могла сама по себе действовать еще, даже и без роя. И пришлось заменять тем, кто... А это нагрузка на мозги, это должно быть тоже не та эффективность на некотором уровне. Ну да. Поэтому она пользовалась вот такими, как логистика, если можно так сказать. Да, и доступ к квантам-компам на уровне Тора не было, только на уровне Вселенной. То есть, ну как, лучше что решить. Еще не те. А вот ты им хорошую ловушечку подложила. Какую? Сейчас скажу. Коэффициент измени. Чтоб она старела намного быстрее, чем могла быть. Угол входа. При контакте пусть она за это заплатит, а не я. Больше, да. Не она берет из потока. Вот условно ты вот так входишь, все равно платишь. Снизу, чтобы ее поток, чтобы она против ветра шла. Чтобы ее тоже выкачала. Да, и намного больше. И там, смотри, как и подавляется, и идет вот такой вихрь образовывается. То есть, она больше, по низам отдает больше животного. В смысле, такого биологического. Ментал много получает, да. И вот, смотри, вихрь. Она потом вынуждена будет начать вампирить, когда поймет. А поле общее, то есть, весь роль начнет погибать. Резкий толчок к вампиризму. Начнет забирать, забирать и закапываться. Входение падет. Покажи ей другой угол. Вхождение. Ну, как будто ты под ним входишь, и ты поживаешь. Острый. Меня он тоже порежет. Ну, ты входил-то под другим, ты ей покажи. Другой. И она у тебя ищет при контакте, она ищет параллельно второй поток информации, как ты с ним работаешь. Показывай с самого начала, вот так. Вот я ей покажу неправильный. Да. Она могла, не могла работать со временем, она могла чуть-чуть с ним, через него играться до этого. Видеть там. Не пропуская через себя. А вот один раз туда сунувшись, она бьет всех младших самок. Ой. И они против нее будут поднимать. И мы сейчас... А мы уже на том сеансе помогли, сейчас еще поможем. Потому что это будет их резать просто как... Молодость забирать. Чтобы ее все равно не сохранить, потому что автоматом пойдет контакт. Да, она уже будет в потоке. По времени. Она начнет работать, но не заметит, как... Время-то будет она чтить. Пойдут смерти младших самок, они будут думать, что это от ее имени пойдет конфликт. Пусть и не всем этом помогает. Петля. Очередная петля. Кого будет? Да. Часть меня на тот момент была еще в роли. Я когда-то все держал. Все равно. Младшие самки помирали одна за другой. Я не думал, что она их убивает. А она уже не... Связи с реальностью уже нет. Она уже в потоке. Она все это видит. И как реагирует силовым способом. А не против нее, а на их. И пришлось самой мутироваться. Как выйти сознанием. И с того сознания, которое как бы зазеркали в другом потоке времени. Вот она ее всегда вдвоем изображает, даже в клипах всем основным. Одно сознание там. Как бы большое на всех. И вот другое в этих пространствах материально. Она поймана в том потоке времени и платит молодость у других. И сейчас вынуждена организовывать вампиризм потенциалом других. А он сейчас перестал работать. Вот она и сдохла. Петля.